Мимо кассы. Сегодня на рынке в Шевченковском районе состоялся стихийный митинг. Предприниматели утверждают, собраться вместе их заставили поборы, которые пытаются с них вымогать некие люди. Они при этом якобы представляются стажерами на руководящие должности в коммунальном предприятии. Но самое вопиющее, заверяют протестующие, состоит в том, что большая часть этих взносов идут черным налом в карман контролеров. На рынке по улице Черевной сегодня неспокойно. Несколько десятков предпринимателей приостановили торговлю и вышли на стихийный митинг. Люди разгневаны. Говорят, по базару ходят некие люди, представляются сотрудниками КП «Запорожь рынок». Одного из таких взяли в плотное кольцо и отогнали. Предприниматели заверяют, некие молодые люди спортивного вида ходят по рядам вместе со штатными контролерами и требуют деньги. При этом, по словам протестующих, сумма рыночного сбора резко выросла в разы. Уже вторую неделю ходят вместе с нашими местовщиками, собирают местовые, непонятно какие люди. Но людей больше всего возмущает другой факт. От них, по словам предпринимателей, фактически требует выплачивать черный нал. Если ты платишь 40 гривен или 50 гривен, то 10 гривен ты платишь по чеку, а остальные деньги они ложат в себе карман. Что это за стажеры? Объясните мне. Впрочем, директор рынка Юрий Проценко в стихийном митинге не видит ничего особенного. Дескать, люди просто собрались поговорить. Нечего не происходит. Собрались люди разговаривать. Как не происходит? Решают вопросы по рынку. В союзе предпринимателей НИКа утверждают, жалобы на неких стажеров на Шевченковском рынке были и раньше. Сегодня, видимо, просто терпению людей пришел конец. Со сменой руководства КП «Запорожрынка» начались, я имею в виду, массовые жалобы от предпринимателей, что берется услуги рынка намного больше и, бывает, чеки не соответствуют именно услуг рынка. В основном Лидии Кривенко и ее коллеги просто боятся, что новые поборы и черный нал в конечном итоге приведут к банкротству «Запорожрынка» и сотни предпринимателей останутся без работы. В профильном управлении мэрии в ситуации пообещали разобраться. Об этом в наших следующих выпусках.